Всем привет, девочки! Сейчас я жду дочку станцев. Сейчас 9 утра. Купила себе на завтрак йогут. Хотела с чёносливом, как всегда. Ну, что за редкость такая, не понимаю. Чему всё время нет. Кристик там пока ногти делает, а потом ко мне приедет, и мы будем дальше работать. Доброе утро, дорогие девочки! Я уже была у стоматолога, не успела посниматься. Блин, ещё не отошёл укол. Вот. Смотрю на себя, что там с прической. Ну, вчера-то я крутила волосы, с прической ещё нормально. Буду сейчас делать только ногти на руках. Вот был такой маникюрчик. Сейчас ещё не знаю пока, что сделать. Оно мне-то в голову спонтанно всё приходит. Сейчас подумаю, посижу. Сегодня пасмурно на улице. Ну, погода, я надеюсь, улучшится. Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет! Привет! Вы на канале Сестрицы в теле. Я Света. А меня зовут Кристина. Две сестры вместе ведём блог по похудению. Немного мы уже похудели. Худеем дальше. У нас сейчас появилось немножко времени. Я прибежала к стоматологу, ещё сделала ногти. И будем заниматься сейчас работой. Очень много девочек просто мне пишут, пишут. Девчата, многим, кому мы сразу же не ответили в первый день, мы уже про это говорили. Та же самая история, как и на той неделе было, на 8 марта. Мы многое что не можем ответить в этот же прямо день. Хоть мы и сказали, в течение суток мы ответим, так не получается. Потому что каждый заказ надо обработать, сложить, ещё всё равно много вопросов измерить. Мы же всё равно не хотим, чтобы возвраты были ни у вас, ни у нас. Да, девчата, мы не вознобой отвечаем. Мы снизу все по порядку. Вот кто как написал, снизу идут и отвечаем на все-все вопросы. Есть девочки, не терпеливые, начинают дополнительные вопросы писать. Ну вы где? Ау, ещё что-то. И они поднимаются вверх, эти сообщения. И получается, мы не успеваем до вас догнать, понимаете? Да, вы добавляете, добавляете. Мы только до вас доходим, и вы что-нибудь написали, и мы опять-опять вверх поднимем. Да, и вы наоборот отдаляетесь. Чем больше вы пишете сообщений, они дальше отдаляются, эти сообщения. Так что написали, и не переживайте, мы обязательно вам ответим, девочки. Да, я просто знаю таких тоже блогеров, которые отвечают, например, в течение недели. И просто-то заказ висит, и даже на Васильке нам сколько отвечают? Ну минимум два дня, да. Минимум два дня, хотя там, ну как бы, очень большая у них, большой завод. Там не отвечают, а заказ обработан. Да, обрабатывается заказ. Так что, девчата, сегодня я встала в пять утра, и до семи как раз тоже занималась работой. Вчера я до часу принимала заявочки. Вот. И поэтому думаю, такая еще думаю, что мне завтрак к стоматологу, и на ноги, думаю, приму рано утром еще. Вот сейчас пришла к Светлане, мы снимем ролик, а потом будем заниматься дальше работой. У нас такой вопрос, Галина пишет, может я не такая, пью неделю горячую воду, и ничего не бурлит. Без слабительных ничего не происходит, в общем не вижу сдвигов. Ну еще на остальное все питание посмотреть, потому что если там тяжелая еда, то не поможет ни вода, ничего. Да, если вы, например, будете продолжать есть хлеб с макаронами и с колбасой, например, и не есть овощей, то только одна вода не сильно поможет. Да, больше половины еды должны быть овощи свежие причем, не тушеные, а свежие. Да, особенно это уже углеводы. Вы попробуйте намного дольше пить воду, ее надо не одну неделю пить, чтобы нормализовалось все в кишечнике, а надо хотя бы месяц. И вообще на постоянной основе пить эту горячую воду, ну теплую. А еще я смотрела одного врача, он рассказывал, что я вот сейчас иногда вечером, иногда утром я вам снимала, есть ролики, когда мы еду не показываем, я иногда покупаю себе мацони. Вот он рассказывал, кто болеет запорами, покупайте ведь, займите ужин. Нет, он мне уже спрашивал этот же вопрос. Мацони это кисломолочный продукт, типа ряженки, тоже кислый продукт, он продается в таких вот баночках, вот, и он очень вкусный, кисленький. Он говорит, покупайте эти, как же ты, я их сухариками-то называю еще твоими. Кирешки? Нет, нет, кирешки, это сухарики. А, хлебцы что ли? Нет, тоже не хлебцы, а эти, отруби. Надо купить отруби, и там какое-то количество... Так с мацони можно, не с мацони? Нет, мацони это уже еда, а не питье, это уже еда. Ты, получается, ложкой ее ешь, ты долго испытываешь... Вот он и говорит, он вообще густая масса. Ты густая масса, между творогом и между кефиром. Это густая еда, которую ложкой ты ешь. И он говорит, ты испытываешь ощущение, как будто ты поел, ты добавил туда еще отрубей, только немножечко так вот насыпал, как бы, горсть. И вот с этим смешиваешь и ешь, и вот это есть надо на ужин, за место ужина. И так несколько дней. В кишечнике появятся вот эти бактерии полезные, которые разрушились из-за неправильного питания, из-за антибиотиков. Знаете, когда мы таблетки пьем, когда простужаемся, вот плохие разные... Вот стул убивает хорошие полезные бактерии из кишечника. И вы, если будете вот такой есть на ужин, у вас нормализуется работа кишечника полностью, и станет нормальный стул. Но это уже и на мне проверено. Но я вам советую. Ну, точно так же у меня нормализуется после кефира, не обязательно там мацони какой-то. Твоя кефира. Ну, я вам говорю, девочки, я вам на спросу опыт говорю. К тех, кто не... Вот я не воспринимаю... Я кефир воспринимаю как питье, как будто я воды попила. И у меня... Ну, двоя тогда. И у меня от него кислятина... У меня появляется как будто раздражение желудка. Вот кислость какая-то. Начинается отрыжка, бродит. Ну, нет. То есть я в том, что если вот мацони этого нет, я его просто в жизни не видела. Мацони, оно стоит... Оно стоит столько же, сколько ряжет. Можно двоя, кобычно. Столько же, сколько кефир стоит эта мацони. Я вот покупала за 47 рублей. Оно стоит копейки и в каждом супермаркете. Имеется в виду так же, как кефир, так же, как молоко, как любой продукт. Но именно врач сказал, потому что там запущены специальные бактерии. Лучше, чем в ряженке. Вот этот продукт мацони, он с бактериями, которые нужны для кишечника. Именно не кефир, а именно мацони. Ну, мне, например, очень это помогло. Кто-то, он сказал, добавляет еще сильный запор туда и порезать чуть-чуть черносливом можно. Две ягодки. Ну, два вот этих фрукта. Туда порезали, закинули. И вообще будет все прекрасно. Так что вы вот так попробуйте. Ну, и питье, естественно. И вы говорите горячую воду. Так вы, может, ее еще мало пьете. Надо ее пить 2 литра воды теплой этой. Наташа задает такой вопрос. Максимум 1300, но для ее параметров нужно 1800. Вот. И тут правильно Ирина подписала, что Кристина много раз объясняла, что когда повышает калорийность выше 1500 килокалорий, она сразу же начинает набирать. Девочки, это правда. Это правда. Если я только начинаю больше 1500 килокалорий, есть даже 1600, 1700, как мне один раз советовали, 1800. Я только попиталась так, на 1800, я сразу же 2 килограмма за неделю набрала. Наверное. Хотя я хожу каждый день, со мной 10 тысяч килограмм. Ой. 10 тысяч шагов. Вот всегда у меня 10 тысяч шагов, это я минимум бы проходил. Болезнь такой. Я... А? Это болезнь. Это болезнь такой шикарнейший. Еще вот я сейчас с Мариночкой разговаривала, которую ногтями делала. Она ест один раз в день после работы. И очень плохо, что на ночь. А на работе они не едят? На работе они пьют только чай, кофе она без сахара пьет. О-о-о. Вот. И она говорит, что... Она ходила там тоже к врачу, она сейчас к эндокринологу записалась. Вот. И ей сказал врач, что по калорийности, они посчитали калораж, она ест очень мало, но она в полном весе... У нее точно такой же вес, как у меня. Что она ест не в то время, когда нужно. Что она ест на ночь. И эта еда, видимо, там, ну как, бродит ночью. Ночью ж надо организму, чтобы отдыхал. А получается, что организм ночью ест, и потом он весь день не может как бы избавиться от этого всего. Конечно, ему нужно отдыхать ночью. Ночью отдыхать, а наоборот, днем работать. Вот это вот. И я вот, ну, об этом думала, но, помните, вес у меня нормально шел. Ну, спала я всегда так, не сильно ошибка много, вы знаете об этом. Вот он похудел, да скольки мог. А теперь дальше что-то надо еще придумывать делать. Как сдвигать этот вес со стольника, с этого. Вот она даже наши тоже ролики смотрела, она говорит, не знаю, даже, она говорит, я поэтому пойду к эндокринологу, что может он мне напишет какие-то это диеты. А я говорю, Марина, я сегодняшний раз приду на ногти, хочу послушаю, что тебе он посоветует, потому что у нас фигура одинаковая с ней. Яблочко моя скажет. Да, и мы расскажем, что ей, ее эндокринолог скажет, у нас здесь, как сдвиг этот сделать. Так что очень любопытно было. Все, FIFA задает вопрос Свете. А почему жимолость Светик ты не любишь? У нас она сладкая, нежная. Первая ягода, даже Виктория только начинает цвести, а она уже плодоносит. Я просто сколько ни пробовала, она жутко горькая. Бывает жимолость не сладкая? Может она была у нас еще не спелая? Не знаю. Я ее очень любила. Ну и какая у нас твой вкус она была? Я удивилась, когда ты вчера в ролике говорила, что она горькая. А что, она не горькая? Нет. Она у нас была горькая, вот угощали, недавно была горькая. Может быть, ты с какой-то ягодой с другой перепутала ее? Фиолетовая такая маленькая. Ну так как какая-то... Гаруша. Мини-гаруша фиолетовая. Шладенькая такая. Горькая. Вкусная, хорошая. Не знаю. Я же ее объедала, даже зеленую ела, но мне даже зеленую не казалось горькой. Да. Ну и что тогда казалось, она горькая, и что вот сейчас папа ее была горькая-горькая. Я помню, что черемуха, насколько я помню. А вот черемуху я люблю. Вроде бы она такая вязущая, да? Она вяжет, но она вкусная. Кстати, здесь почему-то ее почти никто не выращивает. Одно дерево там выглядит. Хотя она, хотя она прекрасно здесь растет тоже. Это черемуха. Еще, знаете, что тут не растет, что там? Вот недавно только вспоминала. Облепиха. А, облепиха. Тут тоже растет, но ее тут также не выращивают. Я помню. Потому что они вон песиков засадят, да, черешни. Я помню, мы раньше, а что я хотела рассказать? Что раньше облепиху обносили и черешу. Мы, когда жили на Урале, у нас бабушка очень любила именно облепиху выращивать. У нас прям несколько там деревьев. Варенье облепиховое. И она говорила, что это очень полезное растение. Она же там врачом была у нас. И она говорила, что оно самое полезное растение. А мне облепиха нравится. Я тут всего лишь один раз увидела эту облепиху. Какой-то неповторимый вкус, когда ты ее ешь. Мы как-то насобирали. Тут есть одно дерево, оно растет вдоль дороги и там, ближе к морю, не прям возле дороги. И оно ничье. Знаете, в парке как будто растет. И мы ее ходили и собирали. Я потом ее просто наморозила, и мы доставали, зимой ели и такую просто замороженную припиху. Она очень полезна. Но здесь ее мало кто выращивает. Тут больше любят все равно посадить черешню, перецик, орехи. Это дома у всех растет. Трецкий. Да. Что ж еще. Клубнику любят очень выращивать. Лишня почти тоже у всех. Девчата, вы знаете, здесь не так много земли у всех людей. Ну, тут курортный город, и земля так поделена. Бывает вообще по две сотки, по три. И особо выращивать как бы негде. Если здесь рядом небольшие такие есть поселочки разные, там выращивают много что еще. Сады есть, а так в основном кинес не так уж много. На завтрак сегодня я решила сделать овсяна блин. Он мне немножко почему-то хорошо поджарился, но я монтировала ролик и закрыла крышечкой и ушла. Пришла он только уже с поджаристой. Сам овсяна блин состоит из двух ложек, это 22 грамма овсянки, столовая ложка сметаны 20% яйцо и все. И одна чайная ложечка масла. Я ее размазала и жарила. Дальше начинка у меня курица 100 грамм. Да, там 98 грамм вышло, 100 грамм, который запечен в духовке, кубиками ее порезала, ну, это уже сегодня. Четвертинка авокадо, это то авокадо, которое вызрело. Мы с соседой которые готовили, потом положила его в пакет и сейчас оно дозрело. Огурчик и немного зелени. Кушать мы со Светланой будем по пол пачки творога 5% по 150 грамм квашеной капусты. Светлана добавила масло растительное и по 2 яйца куриных. На ужин я ем тушеные овощи, одно яйцо и котлету. Светлана Слез белые курики и пустын н пустын по курики У глядь. Глядь. Субтитры подогнал «Симон»